Вы переводчик Омбертека в том числе. Конечно. На сайте это не было сказано. А потом мы добавили. Все. Нет, ну все сделаем. Вот, соответственно, сам я, Нина Кулич, переводчица к книге Омбертека, которая у меня в руках. Сейчас я ее большая. Соответственно, на плечах гигантов. Это книжка-статья Омбертека за, условно говоря, нулевые и часть десятых лет. Мы, собственно, будем говорить о Омбертеке в целом, но потом обратимся к этой книжке. У меня есть первый заходной вопрос к нашим гостям. Он, собственно, о первом знакомстве с Омбертеком, как это произошло, не именно лично, а скорее просто с книгой, то есть как с автором. Потому что у меня есть своя история, но моя очень короткая. Хочется как-то более профессионального. Добрый вечер еще раз. Первый я получила имя Розы, которая тогда была мировым бестселлером. Я сразу поняла, что это нечто новое, чего раньше не было, наверное, ни на книжном рынке, ни в литературе. Сказать, что меня потряс сам роман, не знаю, можно ли, но во всяком случае, что такое Омбертеку я уже тогда поняла. Извините, а вы писали по-русски или по-какалянски? По-какалянски. Потом, на мой взгляд, его литературный футбол складывается по-разному. Я была в Италии в августе 88-го года, когда вышел маленький футбол. Его ждали с большим нетерпением, потому что имя Розы был мировой бестселлер, и всем было интересно, что будет дальше. Я помню эти заголовки журнала, типа «Гора развела выше». Роман о Кроме, если кто не знает. Очень сложный и накопленный. И критика, которая, что, ну, чего-то похожа на коллектив, каким, по-моему, многих является его Розы, критика была удастована сочином. В дальнейшем его судьба, как были 300, складывалась по-разному, но параллельно этому он писал и научные пруды, и нечто, как бы сказать, промежуточное. Такое научно-ознакомительное, публицистическое человечество, скажем так, литература, вот как раз ее образец там и лежит. Это уже поздний образец. Поздний, да. Когда он уже стал звездой, там вообще, когда его слово, как сказать, ценились. Ну, этот человек, конечно, с разным, как бы сказать, с разным ощущением, говорит какие-то истинные, когда его только начинают поздновать, и когда он уже стал мастером, верно? Разный. Ну, он повторяет здесь вещи, о которых говорил всегда. Правда же? Если мы откроем им Розы, напечатали, бог знает когда. В 80-м году. Да. Мы видим там много из того, что можно прочесть в недавних или даже вот посмертных публикациях. Ну, сейчас уже можно под ледом, к сожалению, потому что человек от нас ушел, но, надеюсь, мы его не забыли. Я даже уверена. А вот когда вы, собственно, приехали в Италию в 88-м году, да, то есть какое у вас тут было ощущение тогда, собственно, в Италии и эго, да, то есть вот вы приехали, вы увидели, как относится к книгам, был ли какой-то опыт разговора своего читателя, или с его коллегами? Нет, у меня не было опытного разговора, и у меня не создалось впечатление, что это самое главное, это ингредиентский писатель, из которого Италия жить решительно не может или сможет никогда. Это было явление, не скажу олиитарной литературе, насколько литературная судьба и гимнеза, наверное, не позволяет нам так сказать, чем высыл был его успех, тогда и был роман Римса. Я вам сейчас все оборуду расскажу. Да. Что ты скажешь? Хорошо, давайте будем до этого включаться. Да. Ага. Ну, у меня все гораздо проще, я не из литературной семьи, не связанной здесь литературой, не с языком итальянским, и поэтому я узнал об Универтееве как об авторе романа, по которому снят фильм с Шоном Коннери в главной роли. Я этот фильм посмотрел, когда он там был, в 88-м году. Да, я посмотрел фильм, будучи 18-летним подростком, ну, 18-летним, как сейчас сказать, тинейджером, да, старшим. И был хипстером. А? Хипстером. Тогда не было хипстера. Я был хипстером. Но вы? Я ходил в бочках с красной оправой, потому что тогда никто не знал, что это хипстером называется. Вот. Вот, я посмотрел фильм, естественно, он мне произвел впечатление, там, мальчатые, эротические сцены, там, середневековые монастыри, там, эгорианские. Которые нет в оригинале. Есть, есть. Есть, почему? Потому что одна сцена и есть. Она, кстати, не в том смысле, в котором эротическая сцена у Мишель и у Рюбека, разумеется, но она, безусловно, описывает эротические действия. Да, так вот я посмотрел фильм, а через 93-м году я поступил в литературный институт на семинарке Юрия Михайловича Солановича, переводчику итальянской литературы, и стал зубрить с нуля идеи итальянских. И естественно, значит, я задумался, стал смотреть по сторонам, а что вообще сейчас крутого, интересного, самого важного есть в итальянской литературе. Моравия умер, Кальвино умер, я был довольно диким человеком, интернета не было, и я стал глядеть, ну и конечно, Умберто Экро одно из тех имен, которое, так сказать, выходит далеко за пределы известности круга итальянистов, даже в то время шутили, если что, весь мир знает двух итальянцев, Роберто Баджо и Умберто Экро. Роберто Баджо, я не верю, что уже это помнит. Да, уже сразу так сходу сказать. И вот, и таким образом я стал, ну, я не стал, ну, я считал себя обязанным, коль скоро я учу итальянский, и там типа хочу себя связать с итальянскими, забуду, конечно, надо знать Экро. Я все его прочитал, ну, до того момента, все, что тогда было по-русски. И, конечно же, надо сказать, что он хорошо лег на мою собственную образ мысли, строй мыслей. То есть я тогда благотворил Борхеса, вот с этого, так сказать, интеллектуальная литература, там многослойные аллюзии, повторяю, все это было до интернета. Да, нам сейчас только представить, что вот литература, отсылающая в двух-трех слоях на, так сказать, на цитаты, на аллюзии, это когда-то оказалось очень круто. У меня была и остается хорошая, хорошая память на цитаты, вот, вместе оказалось очень, так сказать, забавно, интересно, и он оказался моим автором. И в 1995 году я поехал первый раз в Италию, это было уже совершенно, это было не так сильно отставка, ну, это было всего через 7 лет после вашего визита, но это была уже совершенно другая ситуация, конечно, тоже была Россия, да, не Советский, не Советский Союз. Я купил на лотке, на развале в Риме, какой-то уцененный сборничек ЭКО, он назывался или секунду дарио минимум, такой, ну, то есть, это, кстати, необходимый дневник или минимальный дневник. Особая таких миниатюр, каких-то шуток, газетных шуток, каких-то просто, каких-то каламбуров, я удивился, что каждый так там такой вот интеллектуальный автор и такими, значит, вот шутками набивает книги. Вот, и пару этих шуток решил, маленький, решил перевести, ну, там, по 2-2, нет, а потом еще, в 1997 году уже я купил другую его книжку, собственно, картонки, картонки Минерве. И, вернувшись в Москву, по уже благоприобитационной журналистской привычке, решил, что раз я книжку купил, она должна на меня работать. Надо ее перевести, да, надо ее перевести, хотя бы из нее пару штучек, и издать. И у меня было очень смешно, я перевел пару штучек, и у меня был смешной разговор с Александром Кононовым, тогдашний владелец и прав на все сочинения ЭКО, главленом и директором издательства симпозиум. Он мне сказал, что Михаил, я бы хотел вам запретить, значит, какие-то маленькие текстики публиковать, там, 2-3 маленькие текстика, но я не могу этого сделать, потому что это подпадает под разрешение, значит, ацетирование, потому что там очень маленький объем. Вот, так я опубликовал там 2-3 маленьких, 2-3 маленьких, ну, даже их не нужно даже рассказик, 2-3 маленьких колонки опубликовал в русском журнале, РУСУРУ, они там до сих пор висят, а когда у Саши Кононова встал вопрос об издании этой самой картонки Минерве, он, собственно, ко мне обратился, и я их перевел, и то там пришлось по семейным причинам располовинить, половину я, половину Анастасии Карминова перевела. Ну, и вот так уже, что называется, я вот здесь, так и здесь и оказался. А вот у меня сразу вопрос, да, получается, что в то время цитирование колонки, ну, это сколько, полторы тысячи знаков, две? Ну, там, по-моему, 2-3, да, 2-3, и это даже, по-моему, побольше, 5-6 там было. То есть, это считалось, можно делать без прав. Ну, в общем, да, такая странная, да? Ну, понимаете, речь была о русском журнале, да, о РУСРУ, онлайн-рекубликация, когда тогда вообще как бы была не очень понятна. Ну, опять-таки, питерские, эти самые питерские, да, питерские такие питерские. Ну, рискованно, вроде как, да, вроде как, нет. Вот, может быть, со школьным счетом тогда, что здесь, говорит, такая бесплатная реклама, такой промоушен. Потому что я, конечно, там, совсем невероятным восхищением делал. А про что были эти колонки? Одна была про музу, значит, дайных странств и про железнодорожное сообщение. А другая была очень смешная. Она была про священную войну маков и ингусов. Она называлась «Мак и Эс Куин». Вот, где, значит, Эко отстаивал ту идею, ну, провозил ту идею парадоксальную, то есть, что, вот, выкинтошники и бендусятники, это как протестанты и католики. Да, это отлично. Да. Она потом пересдавалась там. Да, 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 потом издалась там. Вот, ну, вот, такой вот мне наполнялся, потому что такой вот неожиданный ход мыслей, очень характерный для Эко, да, вот, когда берет некое отвлеченное довольно понятие из истории, там, из религиоведения, да, и переносят на наши насущнейшие реальности, реалии, на наши насущнейшие вопросы. Вот. А отвечая на ваш первый вопрос, в чем секрет, значит, этого феномена имени Розы, ну, понимаете, сейчас, там, 40 почти лет спустя, легко говорить, в чем секрет, и сзади числом все легко понять. Но, тем менее, сразу же литературные критики, а потом всего мира, обратили внимание на то, что Эко перенес приемы постмодернизма в массовую литературу. Ну, собственно, это предмет его научных размышлений, предмет его научных изысканий, вот, он обожал, значит, и рассматривал, как ассимеотик, корпус текстов и картинок Вики Мауса, про Джеймса Бонда, и он перенес, как бы, вот эти же научные подходы, перенес вот на массовую литературу, на детективный жанр. Узнаваемые знания. Ну, да, да, вот, и перенес это вот на, оказалось, совершенно непосходящий материал, на вот Средневековую историю, в которой фигурирует не только монастырь доминиканский, но и фигурирует спор номиналистов, я вообще сейчас не помню, вообще какие-то, значит, два течения, два богословия Средневекового, там, номиналисты и кто там, реалисты. А, и реалисты, да, да, совершенно верно. Вот, казалось бы, как это вообще можно связать с детективом, с какой-то детективной историей, но то он это сделал, причем совершенно сознательно. Да, он же выпустил потом, вслед за именем Розы, выпустил заметки на полях имени Розы, такой, один из первых таких ярко сформулированных, артикулированных манифестов метеатурного постмодернизма, в котором он, в частности, говорил, что мы сейчас не можем сказать, я люблю тебя, это слишком пошло, слишком банально, и мы там, объясняясь, так сказать, с девушкой нашего круга, в любви вынуждены говорить, типа, того, что как там говорила, такая-то, значит, я люблю тебя безумно. Ну, там, условно говоря, как написала бы, как написала бы, там, как написала бы Дина Рубина, я люблю тебя безумно. Вот, и тем самым, пишет Эко, мы, как бы, ставим такие мысленные кавычки, но при этом все равно объясняемся в любви, и если наш адресат, так сказать, станет на одной волне, он нас поймет правильно. Вот именно это с именем Розы и произошло, сзади-зади-зади числом. Помимо постмодернизма, там еще есть такая, как вы помните, очень, интересная вещь, как «Дискута бедности Христа», которая выходит за рамки и симбиотики, и истории, и постмодернизма, ничего хотите, и имеет, как вставал бы советский критик, прямую социальную направленность. Да. Чего Эко, простите, не забыл и не забывал всю жизнь. Если даже вы почитаете вот эту книгу, там полно аллюзий. Ну, в «Комнистики» там не просто аллюзии, там, что есть прямые высказывания, то есть это прямые месседжи, прямые гидеративы. Там, как раз, очень короткие истории. Просто если мы, как сейчас делимся опытом, совместновения с Эко, то у меня их было два, тоже очень коротких. Один, когда я учился на культуруолога, и, собственно, я начинал читать открытые произведения, то есть это ранние теоретические работы Уберта Эко. И меня совершенно потом поразило, что человек, который анализировал музыку Кейджа и Штокхаузена, а потом, значит, решил писать про Джеймса Бонда. И потом, собственно, одна из его кусотей, которая меня до сих пор удивляет, это «Миф о Супермене». Я очень люблю этот текст. И читал его, наверное, для СССР уже. Собственно, там про то, что в этом тексте, то, что как бы в фигуре Супермена, который появился в 38-м году, и, собственно, Эко прочитал его немного позже, когда был мальчиком и держал в руках вот этот, собственно, комикс с Суперменом и улыбался. Он об этом вспоминает в своей же работе. И, собственно, он говорит, что Супермен это такое продолжение условно-американской мечты, когда любой человек на каком-то этапе, как этот Супермен, может вдруг проснуться и стать обладателем сверхспособности. И спасти мир. Единственное, конечно, Супермен, собственно, в комиксе мир не спасает, а вот грабители и занимаются более локальными делами, но это для того, чтобы, как говорится, выпустить несколько серий этого комикса. Это уже, как скажем так, капиталистическая этика в данном случае. Вот. И после этого, конечно, я был в некотором изумлении такой универсальности. Собственно, обложка нашего сегодняшнего мероприятия, она как раз про то, что он, вертеку, мог, как кажется, говорить обо всем, да, и, как кажется, анализировать все. Я даже не представляю себе, как он сидел за обеденным столом, условно. То есть не было ли у него каких-то таких вот... А это мой Пастюкович. Это мой Пастюкович. Да, но это вот мы попозже... На полах обеденного стола, да. Еще, если говорить о, кстати, слоях постоятия имени Розы первого, романа там еще очень важный слой, связанный с тем, что там, значит, когда вот этот Вильгель Баскербильский заказывает, ну, точнее, не заказывает, а просит Атсена принести из библиотеки разные книги, ему нужно что-то, значит, свериться и вот там какую-то перекличку, цитат установить. И Атсена это поражает. Он, значит, поскольку представление ведется от его лица, от лица этого юного послушника Атсена, он пишет, вспоминается в этом мемуаре, что я до сей поры думал, что книги пишут о неких событиях прошлого, выдуманных или настоящих. А тут благодаря Вильгельму я обнаружил, что книги могут писать о том, что написано в других книгах, и что они могут между собой спорить, соглашаться или друг другу противоречить. То есть, как бы вот он, Эко в романе 80-го года формулирует принципы гиперссылки до появления гипертекста, до появления уж тем более интернета. И, конечно, вот когда сзади числом уже, зная сейчас то, что мы знаем про Википедию, про интернет, про гипертекст, конечно, это поражает. То есть, понимаешь, насколько в этой развлекательной форме дедективного романа в средневековом антураже, насколько он Эко себя проявил таким авангардистом, смотрящим далеко вперед. Да, только вот интернет он терпеть не мог. Ну, как терпеть не мог? Нет, у него есть прекрасный текст про интернет. Я прошу прощения, что чуть забью эфир, но я вспоминаю совершенно о том, как он написал ироническую колонку, о том, как в сети он решил что-то найти. Он постоянно предлагает формы сайта. Да, да. Ну, вот, 90, собственно, это было еще в 96-м каком-то условном году. Вот, и он как бы настолько высмеял вот всю эту индустрию всплывающих баннеров рекламных с предложением перейти по ссылке и получить некоторое мимолетное счастье, что скорее он, может быть, не любил интернет в том виде, в котором он был, ну, то есть, как бы существовал, но самым существовал. Его полезность он, конечно, создавал. Ну, да, я скажу об этом. Да. Ну, смотри, ну, семиотик, ему неприменимо понятие любить или не любить, как там врач не может любить или не любить перелом или гангленно. Он его исследовал как объект исследования? Да. Ну, да, понятно, что, скорее всего, кстати, у него действительно нет, мне кажется, этой грани, по крайней мере, нигде ее четко не выражало, что вот он каким-то предметом испытывает действительно честную ненависть. Он же везде всю ненависть свалил к некоторой иронии, если она и была когда-то. То есть вот я не вспоминаю у него колонки, где он даже, по-моему, у него был недавно сборник выходил, собственно, в Слове, «Бутешествие с лососем». Там тоже маленькие колоночки его про бюрократию европейскую в основном. И он там пишет, что потерял документы водительские, и чтобы восстановить их, ему потребовалось такие невероятные усилия. Он задействовал там всех своих знакомых из высших чинов и так далее. И все равно, если бюрократы, я ничего не буду с ними сделать. Казалось бы, должна была быть такая жесткая сатира, получилась ирония, даже не так, как он сошелся. Ну, мы тогда жесткая сатира. Ну, может быть, это ясно. Может быть, это такая ворчливая старческая интонация. Об этом мы тоже постепенно очень проще. Она это переводила, да? Я. Нет, нет. У вас давайте и спросим. Это интонация. Нет, нет, нет. Я сюда. Тут надо, как говорится, разделить. Ну, я помню, я тоже переводил какие-то его статистические колонки. И надо сказать, что нет, есть вещи, которые он без всякого иронии, без всякого, кстати, сарказма, а прям-таки злобно, так сказать, его жакрус вполне себе было. Он был, Екатерина Ильич, ну, вообще, то, что он ненавидел, да, это такой обычный, ну, он был ярким выразителем того, что вот считают там европейские либеральные мысли, да, европейским либеральным походом. Он ненавидел смертную казнь, его колонка о Нью-Йорке, я ее переводил, как раз национальном книге, картонки Минервы. Он там, кстати, поет такой гимн Нью-Йорка, что это потрясающий город, это как интернет, между прочим, там заходишь в какой-то переулок, крепежных двух улиц, там был хороший ресторанчик, а через год там уже действие совсем другое. Так же в интернете набираешь привычный адрес, а там уже вместо одного, что-то совсем другое. И вот, и заканчивается это такой, это такой гимн великому городу, Нью-Йорку заканчивается, неожиданным таким переходом, что но все это не имеет значения, потому что, кстати, у Нью-Йорка остановились в мертвой казнь. Я больше там не могу, да, ты поры, значит, пока вот они этот ужасный ворозный пережиток не отменят. Так что вполне себе... Ну, видимо, то, что вы назвали картонки Минервы... Да, это я назвал. Ну, да, сейчас уже не помню, да. Помните, кто-то не знает, что это такое? Богиня Минерва не имеет никакого отношения. Это полоспичечная папка, это металия Минерва. Как у нас гигант. Да, и когда-то, когда у людей не было блокнотов, а нужно было, чтобы быстро записать, они делали записи на спичечных коробках. Вот это и есть, то есть Дени Минерва. Это маленькие заметочки, которые он писал еженедельно в журнал «Эспрессо», и которые волей-неволей были актуальны. Да, почему волей-неволей? И вот, что это тоже нужно учесть. Да, конечно. Это было на злобу дня. Да, конечно. Злобу, которая через неделю или через две уже было мало кому интереснее, мало кому волноваться было. Да, конечно. И это следующий цикл нашего разговора. Извините, я перехвачу. Конечно. Что, конечно, Эхо, помимо того, что был ученым-семиотиком и романистом Беллетрисом, значит, Бестеллер-Мекером, он был, что называется, публичным интеллектуалом. Тоже таким, что называется, символичным, ну, таким, как вот, ну, такой символичный, ну, такой фигурой символов, да? Когда мы себе говорим, представляем себе европейского интеллектуала, мы представляем себе Убертека, с полуседой и короткой бородой, в шляпе, в очках, там, со сигарой или сигаретой неизменной, там, до определенного момента. Вот. Это такое вот эмблема европейского интеллектуала, который неожиданно, остро и умно откликается на злобу дня, да, конечно? Конечно, это лучше, чем запширный семиотик, который с трудом понимает, чем это его хотят. Нет, но запширный семиотик это некий оксюмороз, как может, семиотик будет запширным, может, не воспроизводить. В этом теоретика сидит только в стенах своего университета, это один разговор. Но мне кажется, что как раз эко просто изменил представление о том, каким должен быть, собственно, представитель, науки, да, потому что, в принципе, мы же привыкли, что условно публичный интеллектуал это, ну, окей, писатель, предположим, то есть Альбер Камю, ну, не Альбер Камю, а предположим, ну, да, почему, вполне, да, то есть, соответственно, это, а тут мы как бы говорим, когда ученый, причем гуманитарий, начинает отвечать за все, вот он реально мог прокомментировать, мне кажется, любое политическое событие, если хотел этого или нет. Ну, и опять-таки, и в отличие от некоторых наших любимых своеменников, русских писателей, у него все-таки у Эка был колоссальный запас сложности, он мог легко связать какую-то повседневность там с античностью, с какими-то средневековыми фактами и показать, что все уже было, да, как бы, мы, в общем, это знаем, что, да, конечно, все уже было, ничего нового под луной, но когда он там связывает современные ему тогда, там, в конце 90-х, в конце 90-х миграции, да, когда там Европа захлестнула, там какие-то, он говорит, там захлестнули, это самое, мигранты нелегальные, он говорит, ребята, все уже было, во времена там, у Цезаря, во времена там, Карла, во времена Каролина, все уже было, ничего нового. ну, я тоже могу сейчас сказать, на уровне, полистав в Википеде, а он-то, а он-то, вот, ну, он-то жил тогда, он не жил тогда, но он, Цезарь, например, для него, по-моему, совершенно такой, ну, я бы не стал, уподобляясь, как он, как он, Гаспарову, такой человек, живущий там во времена, античности, это же известный, анекдот, ну, самим Гаспаровым, приводимый, в его записках, записках и выписках, что, значит, когда он первый раз приехал в Рим, его, естественно, сразу потащили на римский форум, он же античник, а Гаспаровый, нет, я не могу там быть, потому что для меня это слишком, все, снижение современно, я, значит, привык к ним делать с доцезарским римом, с римом республиканским, вот, я, как я, если, был другой человек, это же, потому что так его сравнивать невозможно, я помню, я, мне очень много седых волос добавила, и очень сильно убавила волос на лбу, когда я переводил доклад Эко, значит, о эмбрионах и царстве невестном, вот такая острейший тогда вопрос, а, значит, вот об абортах, в какой момент считать, значит, зародыша живым, живым, обладающим душой, он проанализировал сочинение Фавны Аклинского, собственно, предмет его, еще университетских научных студий, и, так сказать, экстраполировал, ну, а что бы Фавна Аклинский сказал по этому поводу, вот, я помню, я совершенно просто от этого, ну, как бы, я далек от философской, от философии, от классической философии, может быть, если бы я знал, я бы не взялся за период этой книги, уже взялся, все поздно, надо, значит, поздняк метаться, надо разбираться, я залез в сочинение Фавны Аклинского, слава богу, они по-русски изданы, вот, совершенно поразился, восхитился, так сказать, величественной стройностью его построений, и поразился, так сказать, той держности, интеллектуальность, которая эко, из, значит, построений Фавны Аклинского выводит какие-то, казалось бы, неопровержимые выводы поинтересующему его вопросам. Ну, понимаете, вот это его, если воспользоваться страшным научным словом, теохронность, то есть, его существование одновременно, в эпоху, предположим, Цезарю, когда он так легко переносился, или Фома Аклинский, это просто его любимый собеседник, я бы так сказала, верно же, но он к актуальным вопросам весьма при этом относится к черту и болезням, это тоже не вот работа, и не только. Я как раз кажется очень интересным то, что он пытается ответить на актуальную повестку, используя аргументы из времен, которые каждый из нас представляет себе, ну, большинство из нас, как раз, представляет себе довольно смутно, да, то есть, а он как бы этим несколько играет, как будто это его постоянный опыт, вот, то есть, не собеседник, в смысле, что он в том времени живет, но это его постоянный опыт, то есть, это вот как, условно говоря, политический обозреватель постоянно читает все, что происходит с Путиным, да, условно, он должен это знать, он как бы работает в этом, да, а здесь, как Бумбердека, он находится, то есть, скажем так, он не ищет цитату, скажем так, а он понимает, что она у него уже есть, мне так кажется, пока, понятно, что мы имеем дело с текстом, это монтаж, ну, как бы, любой его текст, это все равно работа, но я почему-то, если бы представлял его как живого человека, вот здесь, да, то мне казалось, что он считал бы вот в этой универсальной формате постоянного разговора, но опять же, я не знаю, вам беднее в любом случае, потому что вы привозили его текст, а я только читал русский. Мне кажется, интересно, разделить, вот, эмбриолог, это наводит нас на одну важную стопенскую тему, Эпо, как публицист, обрушивается со всей силой на такие вещи, как предрассудки, глупость, например, путешествие с лососем, историю с подростками, о которых съели медведи зоопаркер, ну, съели там, порвали, он говорит, что эти дети стали жертвой бесконечных, свинялых разговоров о правах животных, о том, что животные это наши братья, о том, что надо их полить, лелеять, гладить, кормить, и на самом деле это совершенно неправно. В этих случаях он говорит громко и яростно, но есть вещи, с которыми он тоже не согласен, а говорит о них очень тонкой, ядовитой иерогией, я имею в виду католическую дырку. Он ведь был идеист. Ну, как воспитание вы имеете в виду, да, в данном случае? Не только, как проводник идеи, определенных, например, когда он рассуждает о религиозе, абсолютно относительно, тут я тоже думаю, у некоторых все три волосы появились при знакомстве с этой темы. Простите. Мне как переводчику было очень интересно сравнить, он цитирует очень именем любимого, как я понимаю, кардемана Рацикева, то есть бывшего папу. Будущего бывшего папу. Будущего, бывшего, да. На то время еще не папу, а в наше время уже не папу. Да, то есть для эко будущего бывшего папу. Стиль эко мы с вами благодаря таким переводчикам из Труковича, другим мы... Достаточно сравнить его речь, эко, и цитаты из Рацикева, которые будут. Эту гладкую, тихостроенную речь человека, который все умеет вам объяснить и разложить по полочкам. Я чувствую его осуждение. Такое холодное. Ну, по сути. Да. Ну, такое холодное руль. Да. Я тоже добавлю, сильно, наверное, очень важная черта хотя бы, мы сейчас говорили об эко, ну, мы, кстати, грубо говоря, не будем его понимать... Ведь это итальянец. Да. Мы не будем его понимать, если мы не будем понимать того, что Титлер убежденный и идейный атеист. У нас как? У нас сейчас человек там говорит, там, я атеист, там, я плюю, там, на все эти обряды, а сам там боится через порог праздороваться. Вот. И там боится черной кошки. Вот. А эко, наоборот, он был абсолютно корректен и вел очень уважительные диалоги с высшим католическим двуходенством и, в смысле, подчеркивал необходимость соблюдения всех приличий. При этом он был абсолютно идейный убежденный атеист. У некоторых прилатов он уважал и общался с ним. Да, да. А некоторых нет. И это для тех, кто занимается им самим его личностью, это важно. Он ведь пережил много, он пережил фашизм, он правда совсем не так. Но, смотря на него, как напишется из круга самым принципом должен быть неправильным. Нет, на самом деле это очень, опять же, интересно, потому что, если вспоминать его тезисы о фашизме, которые, насколько я понимаю, точно переведены, потому что я их читал на русском, они на английском. Да, то есть там видно, что у него действительно есть какое-то большое, в общем, у него есть какое-то большое отношение к фашизму как не идеологии, а к некоторому такой форме сознания, которую он встречал, скорее всего, в разных ситуациях. Да, то есть, и это чисто и правда. И для него, конечно, наверное, самой главной критикой просто была, скорее, ну, опять же, это мое личное мнение, такая условная бюрократическая машина под названием капитализм, причем, понятно, что он сам все равно был ее частью, потому что он был преподаватель в институте, а потом, соответственно, он стал, если я понимаю, жить на гонорары, а гонорары, это что, продажи... Нет, нет, он жил на лекции, в общем, он много работал как интеллектуал и жил из разных источников, читал лекции, да, по всему миру, гонорары, конечно, кимы, кимы, гонорары, преподавания, по-моему, до последних дней. Не до такой степени был протест. Совсем не был. И для него, по-моему, было важнее не просто это самое, у Горького один персонаж кричал «Хасюк, протестовать». Нет, для него было важнее донести до людей то, что ему казалось важным. Да, конечно. Вот это он считал своей задачей. Вот, а по поводу, знаете, по поводу пришельцев из группы Фомы Аклинского я позволю себе все-таки уточнить. Дело в том, что вот нам здесь, в России, ну, путешествую довольно много по Италии, я понял простую вещь, что мы не можем себе представить, до какой степени все итальянцы пришельцы из мира Фомы Аклинского. То есть, я помню, мы там, я поехал к моей подруге, ее дачный домик, ее домик в деревне, в провинции где-то под Осизи. Вот, и что-то мы сидим там, просто длительного, долгого пути из Рима, устали, сидим на первом этаже двухэтажного домика, и смотрим, какой-то потолок такой низкий, закопченный и выгнутый. Я спрашиваю, а это вообще какого века дом? А нам не говорят так спокойно, ну, вот, это первый этаж 13 века, второй чуть помладше 15-го. Я так сижу, что называется, вжавшись в кресло, да? Подреками, подреками. Да. То есть, для нас будет какой-то там память, как текстура, вообще там 10 табличек не подходить, не входить, не прикасаться, в лучшем случае, в лучшем случае, просто разрушен. Вот, а там просто обычный деревянский дом. То есть, материальный мир, который окружает обычного итальянца, даже не такого там профессора, это мир во многом выросший из времен Панны Акминского, Франциско-Асистского и так далее. И у них эта преемственность гораздо лучше выражена. Ведь же эко, он не то, что там, как Михаил Ананосов пришел там с холмогорским обозом в Москву, потом, говорит, в Гетинген, уехал учиться. он окончил школу у себя дома, у себя дома пошел в университет, в Миманске, по-моему, или Баланский. То есть, там такая преемственность образования, преемственность этой культурной традиции, она вот просто была соревнована, потому что она в Памы. И там это все гораздо спокойнее было. Ну, потому что их не заставляли учить историю КПСУ. Ну, у них там были слайды при Бамбасе, прямо скажем. Бамбасы были, но в 20 лет. Нет, еще очень интересно, что сейчас задумался про как раз тексты мэрдеками в Супермене. В принципе, он сам пережил этот жених на себе, потому что он же был из относительно небогатой семьи, и его отец хотел, чтобы он занимался юридической практикой, ну, в общем-то совершенно по-другому. Ну, относительно, это не годики с его университетами. Ну, нет, конечно, ситуация немножко другая, но все-таки это не инфектуал, которым он способен заниматься написанием книг и больше ничего не делать. Ну, таких вообще идей не было. Ну, спор, ну, окей, да, это сейчас не к этому. Вот, и очень интересно еще понять, как, вот, когда вы переводили ЭКО в разные периоды, то есть, я имею в виду и Винхайм, и Виннина, то есть, как складывалось отношение, ну, например, вы перевели книгу и сдали, да, то есть, какой был оприк сообщества, потому что я, когда думал об этой дискуссии, я все пытался понять, на самом деле, ну, вот, в России переводит ЭКО, да, а, что, как бы, насколько есть какой-то запрос, что было в 90-е, в 90-е он приезжал, например, да, насколько я понимаю, он в 95-ом, по-моему, если я не ошибаюсь, в Москву он приезжал, да, и я слышал об этом как-то... Позже. Позже. В 98-м. А, нет, он два раза приезжал, первый раз в 95-ом, по-моему, а второй раз в 98-ом, в 99-ом. Да, и у них было очень противоречивое впечатление, потому что вроде бы казалось приезжать такая глыба, ну, на тот момент уже глыба, да, но, как бы, формат его лекции был довольно универсальный все-таки, то есть нельзя сказать, что в этой лекции он поразил всех какой-то своей вот новой мысль. Вы знаете, я больше скажу, я попал в дурацкое положение, я в 99-ом году, я повторяю, я журналист, я привел, чтобы меня лекция кормили. Я в 99-ом году прошел, но его, я не забыл, в 98-й год, в 98-й год. Все это легко восстановить сейчас по Яндексу. В 98-м году я прошел на его публичную лекцию в НГУ, что-то висел на люстре одной рукой, другой рукой, держал диктофон. Все было забито, понятно? Да, да, забито было невероятно. Все было забито. Это было в первом ГУМе, все было забито. Я висел, значит, на люстре держал второй рукой диктофон, записал, вообще-то Елена Костякович переводила. Я, значит, напрягая там уши, потому что я сидел на галерке, слышно было плохо, я напрягая уши что-то там перевел, расшифровал, послал в журнал интернет, как сейчас помню. А буквально через пару недель, что-то там, через месяц, когда уже, значит, где-то там и копаясь в гугле, или тогда уже, что тогда было, вальтовисне, обновлено, что все эти его лекции полностью выложены, значит, в интернет на английском языке. То есть он просто пришел, приехал и представил свою, значит, стандартную, по-моему-то, часовую общую лекцию. На каком это на итальянском? Он читал по-английски, да. Он читал по-английски, я еще удивился, почему я, собственно, поскольку его идет с английского, ну, просто оно у него написано для всего мира по-английски, он ее по-английски и читает. Ну, кейс. Вот, и вот у меня, что называется, это очень не сильно, очень не сильно, так сказать, ну, то есть я понял, что такое профессионал, да, вот ли вот есть, значит, своя вот, есть своя обойма, и своя обойма, из которой он, там, вот, по необходимости тот или иной патрон достает. Иначе мы его не знали. Да, совершенно верно. Еще одна история сборника, значит, про лосось, с этими короткими колонками, там, значит, так вот путешествует по Америке и ругается на поезда, значит, американские, на то, что, насколько они стоят, и вообще, как там все устроено, вот, мне кажется, что он мил какое-то такое представление в идеальном мире, но, конечно, что это всегда не сходилось, ну, то есть реальность никогда не сходит с нашими представлениями, вот, я просто подумал, что он же писал очень рад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Счастливо и написал «Войну и мир», потом «Поск原因 наказание», потом «На дне», потом, значит... Потом он «На дне». Вот это, в принципе, такая фраза могла заканчивать, «Потом он на дне». По Пушкину оказались приписаны все главные сочинения русской литературы. И это чуть больше, чем шутка, потому что, конечно же, и толстая... Их стало слишком много, как там после Битлз появились вообще-то эти симпагральные инструментарные анзамы в таком количестве, что они, кстати, стали просто товарной массой. Ну, такой, да, да. Также я когда работал обозревательным книжным журналистом «Таймалт» на рубеже, там, в начале «Дурьбы до Нур», там каждый второй какие-то вот пытался писать ретро-детективы. А, извините, Акунин наш откуда вылез? Из той же ретки вылез. Вполне может быть, да. Ну, Акунин, как бы, такой уж совсем экстремальный. Ты, да. Субтитры создавал DimaTorzok Думайте, я не знаю, как бы, такой уж совсем, очень черная, heaven-мень, Игорь Негода Бут 90-м. Убережья Игорь Негода Орино Игорь Негода безумер отмор Я вам сочувствую. Ну, тоже, как видим, уже наработанная рекриза, потому что ему наверняка уже подводили и японских ЭКО, и американских ЭКО. Ну, довольно сложно общаться с вами двойниками из других культур, да, там, то есть, особенно если это приводится в таком ключе, когда предполагается коммуникация. Ну, как коммуникация, ну, подвели на яблоки, да, там, у людей. Ну, просто, да, просто познакомиться. Хотя, интересно, если он об этом не знал, то, что Валаскин быстро пообщаться с ЭКО. Ну, вот, едва не может сказать полноценного общения. Ну, конечно, по формальным языкам, конечно, они оба действительно похожи. Они оба академические филологи, оба, значит, написали свои дебютные романы на историческом материале, и там, значит, с явными такими постмодернистскими приемами, так что, да, конечно, всякое уподобление такого рода там... Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ну, хочется просто как-то понять вашу боль. Не поймете. Не поймете. Хорошо, хотя бы услышите ее. Давайте начнем с малого. Ну, я могу начать, если позволите. Давайте. Дима Торзок 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 Иногда египет Дима Торзок Дима Торзок Да, пік Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok И как своеобразно эта тема появилась в наше время В маянике Фуко рассматривается ситуация, когда чья-то фантазия превращается в реальность То есть сначала ее принимают за реальность, а потом она становится реальной Люди в шутку придумывают тайные общества И потом реально существующее тайное общество принимает это за правду, начинать с ними бороться У Эго это поднимает трагический характер этой истории Но она основана на действительном случае, который в частности описывается в книге «На плечах гигантов» И в этой же книге «На плечах гигантов» описывается, что было дальше То есть сам этот фейк, как говорят, заводился еще, по-моему, в начале 20 века Потом о нем написали несколько романов, принимая его за чистую монету Потом Эко написал Майки Фуко И, наконец, много лет спустя, человек по имени Дэн Браун Написал об этом роман, который стал супер-бестселлером К дикой ярости Эко Да, но Эко, просто, он, его сам этот абсурд изумеет То, что культура так сработала Да, а у Брауна был процесс аплодиации Вы имеете в виду Брауна в качестве ответчика? Да, потому что какие-то два человека смотрели на эту тему роман еще давно Где-то между Маятником и Ходом до вечи Вот еще роман на эту тему, но не столь успешный Вот пойдите, объясните, откуда берется успех А Эко объяснил В его другом сборнике колонок под названием «Сотворить себе врага» Который я тоже переводил Там как раз одна довольно большая колонка Большая довольно статья посвящена как раз именно этому Что все эти теории конспирологии Все конспирологические теории, все теории заговора Они пережевывают одно и то же Одно и то же И не по своему скудаумию А потому что только так работают законы массово-бессознательного Массовый читатель, он как маленький ребенок Ему обязательно нужно одно и то же, одно и то же Иначе он просто не воспринимает И поэтому там одни и те же Одно и то же, кстати, комплекс этих самых теорий заговора Переходит из поколения в поколение С места на место, оставаясь одним и тем же Поэтому Эко это отрефиксировало Может, это первый раз-то они успели эти ролики? Интересно то, что, собственно, когда Кот Довенчатый вышел Не к слову сказано, да ладно, все равно не упомянуть Люди же стали путешествовать к местам романа То есть не то слово, они задергнули Да, это как раз о том, о чем Эко периодически даже часто писал О проникновении литературы в реальность И, собственно, об этом некотором сплаве О том, собственно, как живут слова То есть, по сути, человек, создающий фейк-ньюс Он же там условный фейк-ньюс Он ведь не всегда как бы садится и говорит Вот сейчас я напишу Да, это бывает как-то очень по-разному То есть я не думаю, что Дэн Браун изначально делал роман «Ловушку» Потом после которого все пойдут в эти места Просто... Вы-то уже в вторичный фейк превращались в реальность Мне кажется, что здесь как бы не очень важно, что вторично А важно, что люди как бы вот на этом этапе Вдруг куда-то пошли Вот об этом То есть это как раз возможно Я немножко перехвачу слишком за край Но вот этот Эко про фашизм О том, что, собственно, есть некоторые теории Которые понятны всем И устраивают всех Это вот как раз про это Ну, опять же, исключительно такое вот мнение Но я вас перейду немного Вы рассказывали о... Нет, я просто хотела сказать, что это сквозная тема Одна из сквозных Просто Дэн Фраун превратил это в звонкую монету Успешно А Эко это интересовало всегда совершенно по другому поводу Тут Балду Лима есть у него такой роман Где тоже изображается то же самое То есть Человек рассказывает небылица и ему верят Вот этот механизм Вера человека в небылицу Который в итоге Становится реальностью Помните был такой роман «Наш человек в Гаваде» Водолина Мне кажется, Михаил, я настолько знаю, что вы писали в него текст относительно... Ну да, я как Эко заготовил просто публичную лекцию про Балду Лима Угу И при необходимости... Да, совершенно верно Я оказался в том же положении, в котором... Только с другой стороны Мою лекцию записали Я рассказывал с какими-то смешными ошибками Слава Богу, я имел возможность это поправить Уже на сайте На сайте Афиши Афиши? Я помогу какие-нибудь ссылки, если хотите Ну да, про Балду Лима Ну да, я считаю Балду Лима И я в журнале «Иностранка» Он приковал большую рецензию про Балду Лима Когда он только вышел по-русски Я всегда считаю именно его лучшим романом «Эко» А не «Розы» И уж тем более не «Пражское кладбище» Такой серединный его роман И там немножко другое Там вот Там Балду Лим не создает фейковые новости То есть да Он их создает нарочно У него судьба такая Он их создает нарочно, сознательно Но, кстати, он искренне убежден, что он не штампует фейк А он просто устанавливает досадным образом утерянные подлинные следствия Какое-нибудь там письмо пресвитера Иоанна пишет Подтверждающие права его патрона Фридеха и Барбаросса На объединение Европы Он искренне убежден, что такое письмо существует И просто оно до него не дошло И в этом разница его, скажем, от Дэна Брауна Отличие его от Дэна Брауна Или уж тем более от тех, кто штампует эти большевые новости ради кликов Ради трафика В общем, все вырождается В общем, на той же лекции, когда я сел на столбе Я запомнил на всю жизнь Экард говорил, что средневековые соборы были теми же телепередачами То есть там вот их росписи средневековых соборов выполняют ту же функцию, которую выполняют современные телеканалы Они не только иллюстрировали какие-то для неграмотных прихожан Не только иллюстрировали какие-то сцены священного писания Ну и какие-то давали им сведения о географии Какие-то одноногие и единорогие Сведения о том, как надлежит одеваться Как надлежит себя вести в обществе Что подобает, что не подобает В общем, были таким полноценным телевизионным каналом современным С тем отличием, говорил Эхо Что тогдашние продюсеры, то есть епископы и кардиналы, которые заказывали художникам эти циклы росписи Они были людьми высоко образованными, высоко нравственными И искренне хотели свои пасты, хотели добра Мы хотим просто поговорить с вами Можно перескать какие-то вопросы Слушайте, а можно я покажу свою книжку? Да, сейчас Мы так их вертели и ни слова не сказали Это детская книжка Умберт Эхо, три сказки Для вас, наверное, будет неожиданностью Сам факт того, что Умберт Эхо и выпустил Три детские книжки Они сначала выходили по отдельности Одна из них называется Гномы Гну Гну Она вышла в 60-е годы И оформлена в тогдашнем моденном стиле Арты Повера Бедного искусства Дело в том, что даже у семиотиков Даже у постмодернистов Есть дети А детей нарождаются внуки И, значит, вот На своих детей А потом внуков Эхо написал три небольшие сказки Которые в духе Авангардного Группы 63 В которой он входил В молодости Вот такие три сказки Я публиковал В которых тоже Такой сказочной форме Говорится В глобальных вещах О пацифизме Ну, точнее О недопустимости Оружия массового уничтожения О необходимости О том, что, грубо говоря Все люди братья И они Чтобы это понятие Необходимо нужно было На Марс полететь И, наконец Собственно Об экологии О необходимости Соблюдать Элементарные Нормы Жизни На нашей планете И сейчас Это кажется всеобщими местами Но когда это выходило В 60-е годы А потом в 90-е годы Когда внуки появились Это было, кстати Довольно свежо Неожиданно И вот Такая книжка тоже есть Так что Не только один Постмодернизм Но еще и простые такие Человеческие радости Тоже имели место Господь с ним Да Господь с ним, да Да И вот Друзья Если у нас сейчас есть какие-то вопросы Давайте мы сейчас зададим Вот Поговорим А потом медленно Еще чуть поговорим И будем уже выходить Скажем Я надеюсь Будем быстро выходить Надеюсь связь нам позволит Нет 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 Тебе Если есть вопросы спрашивайте Я уступаю По поводу МВТ Эко переводов. А, на самом деле, у меня есть вопрос к издателю, потому что какие книги МВТ еще не появились на русском, и, собственно, что в планах, и как вы подскажите немножко о кухне. Микрофонов вам? Да, давайте я отдам. Микрофон. Здрасте. Микрофон. Главное, давай микрофон. Хорошо. Добрый вечер. Всем слышно? Но, на самом деле, очень сложно сказать, какие книги МВТ еще не вышли, потому что, когда не стал МВТ несколько лет назад, обнаружилось, что, во-первых, у него, конечно, гигантский архив. Во-вторых, насколько мы знаем, он оставил завещание, по которому он сказал, что, если вы найдете что-то неопубликованное в течение 10 лет после моей смерти, я прошу это не опубликовать. С другой стороны, у него огромное количество эссе, огромное количество статей, огромное количество публицистики, огромное количество каких-то коротких форм, которые в разное время в разных итальянских издательствах опубликовались в разных сборниках. И мы сейчас, в том числе с помощью итальянских издателей МВТ и с помощью Елены Костюковича, которая у нас сейчас будет на связи буквально вот-вот, надеемся, что мы как-то прольем свет на вот это вот наследие, потому что мы вместе с ними пытаемся разобраться, какие эссе попадали в какие сборники. Какие сборники мы готовы издать из того, что еще не опубликовалось, потому что крупные формы, наверное, были опубликованы все, насколько мне известно, но, опять же, я не претендую на стопроцентную достоверность здесь. А что касается огромного количества ему небольших текстов, здесь просто море всего. И вот у нас вышло сейчас три сборника «Как путешествовать с лососем», которые, наверное, все знают, совершенно не похожие на Умберто Эко книжка, в том смысле, что она очень легкая для чтения, она очень смешная. Это, наверное, то, как сейчас, если бы он сейчас жил и пользовался бы Фейсбуком активно, вот, наверное, такие-то его длинные посты, такие со стегом по поводу разных элементов нашей действительности, вот, наверное, это было бы оно. У нас вышла книга «Супермен для Марс» последняя, где он разбирает риторику современного романа и образы героев, которые существуют в литературе и переходят успешно в нашу жизнь. У нас вышла книга «Растительная память» про память книг. Это более сложная, наверное, вещь, больше понятна тем, кто серьезно увлекается книгами с библиофической точки зрения. А вот книга, которую сейчас, сегодня, вот только-только сюда привезли на «Ключах гигантов», это его единственная новая иллюстрированная книга, которая собрана из 12 лекций, которые он читал на Миланском фестивале культуры, который застраивала Елизабет Асгарби, его издатель давний. И фестиваль этот был посвящен разным вопросам культуры. Для каждого фестиваля каждый год «РТ» подготовил какую-то лекцию, посвященную той или иной теме. Лекции очень разные, но, в общем, они все о культуре, о разных частях нашего восприятия цивилизации. Там есть и про красоту, и про эстетику, и про меди, и про все. И что особенно ценно, он подбирал иллюстрации для этих лекций, потому что, когда он с ними выступал, было слайд-шоу, он показывал какое-то было визуальное сопровождение. Таким образом получилось, что фактически эта книга проиллюстрирована иллюстрациями, отобранными автором при жизни. И это, наверное, главная крупная книга, которую мы сделали. Мы сейчас находимся в процессе работы совместно с Еленой Костюковичей, с ее агентством. Потому что Елена не только переводчик, как и научный редактор огромного количества его книг, в том числе наших «История красоты», «История уродства», «Ивертига» и «История иллюзий». Но она еще и очень известный литературный агент, и много лет с ним работала, и с его книгами продолжает работать сейчас. Вот сейчас у нас такой процесс. Франклская книжная ярмарка у нас в октябре, очень крупное событие. И вот мы как раз сейчас в процессе с ними выяснения, потому что они сами на самом деле не знают, что где выходило. И вот сейчас вот это все огромное наследие, текстовое, не могу сказать литературное, потому что очень много нон-фикшена. Сейчас идет огромная работа по его переработке, скажем так. И мы надеемся, что вот в этой серии, где у нас какой-то текстовой нон-фикшен, как «Путешествовать с лососем» и «Супермен для массы» и «Растительная память», у нас еще несколько книг выйдет. Пока не могу сказать, какие. Есть четыре у нас на примете. Но надеюсь, что в скором времени у вас чем-нибудь порадуют. А темы какие? А темы какие четырех книг? Хотя бы ориентировочно, чтобы понять, почему готовится лососо. Культура и поведение итальянцев, и ментальность итальянская, разные дневники и записки про жизнь, типа «Как путешествовать с лососом», но не совсем. И заметки «О зеркала», если я правильно помню. Эта книга тоже там самые разные эссе, она больше философская, но тоже мы сейчас смотрим, из чего она состоит и думаем. Думаю, вот как дальше с этим быть. То есть это такое да. А я добавлю то, что не можно добавить представителей издательства слова, а именно то, что в издательстве «Корпус», входящем в ОСТ, буквально в октябре-ноябре, выходит последняя подготовленная эко самим по печати его книга, которая по-треанскому называется «Петер Сатан Алеппо». Это строка из «Божественной комедии», из «Ада». Это последнее упряжительное собрание колонок за отчетный пилинг. Большая книга, она у меня есть по-итальянски, вот такая еще. Да, я думаю, что на самом деле и у нас, и у «Корпуса» еще много всего выйдет. Это как бы работа в процессе, я не могу раскрывать детали, но я надеюсь, что коллективными усилиями мы порадуем российских читателей Уберта Эко новому книгу. Там сложность в том, если я правильно понимаю, что надо просто идентифицировать, что где выходило, потому что он одни и те же маленькие техники с легкостью перекидывал из одного сборника в другой. Не только. У меня на два-две слова буквально. Не только. Там не только в этом сложность. Там сложность в том, что у Эко был издатель «Бомпиани», знаменитое итальянское издательство, в котором он издавался очень много лет. И в какой-то момент, не забыл бы до смерти, если я не ошибаюсь, за два или три года, Элизабет Эсгарби, которая была главой «Бомпиани». Она сестра нашего другого автора, Виториус Гарби, такой знаменитый историк искусства. Они приняли решение о том, чтобы уйти из «Бомпиани», потому что компания, которая принадлежала «Бомпиани», купила «Мандадори», они не хотели работать с «Герлускони». В общем, это была целая крупная, митимонопольная история такая. В общем, они ушли, Элизабет Эсгарби, вместе с Умберто Эко, это еще рядом авторов очень известных. Они сделали новое издательство под названием «Бомпиани». И в этом издательстве они стали запускать самые разные программы и переупаковывают в том числе работы Эко, и не только Эко. И у них на самом деле совершенно замечательное получилось издательство. Оно очень нишевое, это в основном «Нонфикшн», хотя художественную митературу они тоже делают. Это, конечно, не такой гигант, каким был «Бомпиани», но у них очень интересный портфель издательский. И из-за всех этих перетрубаций, переходов, какие-то права остались там, какие-то права перешли с ними. И это, в общем, целая детективная история. Поэтому получилось так, что с этим тоже сейчас все до сих пор наши коллеги разбираются. Само название корабля Тезея, его Эко уверял, что это он его предложил, подразумевая известную всякому симметику историю. Корабль Тезея – это символ, как можно не меняясь, полностью измениться. Что в корабле этого самого Тезея, когда он отправился за золотым руном, руном, естественно, он был деревянным, и когда он и по ходу дела какие-то части сгнивали, ломались, менялись на другие новые, и когда корабль вернулся обратно, там не было ни единой части из того корабля, который отправился, но при этом корабль был тот же самый. И вот такая вот метафора культуры, если угодно, метафора того, как все перерождается, оставаясь тем же самым, вот так вот все символически закольцовалось и сложилось. Вот мы вас, видимо, как-то неожиданно окунули в тайный мир видательского закулисья практически. Но, наверное, это действительно важно даже понять, что происходит с наследием Эко, которое сейчас в разных формах появляется, в разных местах, и будет еще себя вам являть в виде разных книг. А большинство не опубликованных, наверное, все это текстов будет, но, в общем, поживем и увидим. Да, Акостякович и Эко еще связывают те отношения, что когда Елена Костякович выпустила здоровенную книгу «Итальянское счастье», посвященную именно этому, о чем говорит название, Эко написала к ней большое предисловие. Да. То есть такой обратный процесс. Эта книга выходила и у нас, и в «Извязи Ксмо», и, по-моему, еще у меня. Нет, она в «Аги» выходила. Нет, она выходила после «Аги», она выходила у нас или в «Ксмо», не помню, или после «Нас» в «Ксмо». В общем, она выходила в трех или четырех разных местах, да. У нас она выходила точно, только у нас это было два дома. Да, ее разодрали на два дома. Да, и у нас ее давно уже она закончилась, к сожалению, давно уже ее в том виде продажи нет. Тоже была очень хорошая. Давайте сейчас спросим у Елены, как с этой книгой дело обстоит. Сейчас мы буквально ждем чуть-чуть, пару минут. Давайте я просто опишу, кто я. Меня зовут Александр Еритян, я руководитель проекта «Познать по словам». Не успела я сказать. Все, отдаю микропону, у нас Елены на связи, я надеюсь. Да, сейчас я с вами. Смотрите, так? Да, так. Давайте мы просто займемся, потому что давно... Да, ну, собственно, я думаю, что... Это можно сдать? Что? Уберите, покажите. Да, с вами. Да, потому что мы сейчас попробуем... Узнаете, я думал, у меня, например, будет возможность с Еленой поговорить и без помощи вашей связи, может быть, будут интересны читательным с ней поговорить? Нет, нет, у нас сейчас экрана курса, это тут неудобно. Да. А, ну, только об этом и речь. Конечно. Потому что он сейчас будет играться в трансляции. Да. Слушай. Вот, вот, у нас уже есть луки. Елена. Елена, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Значит, мы заканчиваем сейчас дискуссию про эхо. Рядом с нами Михаил Визель и Нина Гулиш-перевочные. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы как раз хотим задать вам несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, про ваше общение с Умбэ-Тээко. Как он как человек, да? То есть вот очень хочется слышать что-то про него, именно как про человека, который не только пишет, но... Тут возник вопрос, как сидеть за столом обеденным с семиотиком. Превращался ли каждая трапеза в лекцию? Вот вы как раз... Миш, привет, я теперь вас... Да. Вы как раз попали в ту самую точку, в которую вы не хотели попасть в лекцию. А именно, чтобы кто-нибудь рассказывал, как вы сидите там за ним обеденным или каким-нибудь еще столом. Мы с ним в основном по вечерам встречались в лекции Валимовских. Но это... Он не любил, понимаете? Выход в частную жизнь не являлся его... Нет, любил, действительно. Не являлся его как бы видом спорта. То есть то, что нужно было человеческо узнать, это печаталось. И, по-моему, люди очень много сумели, мне так кажется, вытащить для себя разных фактов, деталей, комических деталей из того огромного количества текстов, которые он напечатал. Понимаете? Поэтому я думаю, что... Я могу рассказывать, что я думаю об Мерту Эйппу, но я вряд ли захочу рассказывать о том, как это... Понимаете? Не только эмонские, это он... Конечно, конечно. Расскажите о вашем взгляде, потому что... Понимаете? А вам кажется, что любые частные общения, люди между собой, должны потом, когда они представляют это самое, как рассказывать? Нет, нет. Я хочу, чтобы вы рассказали то, что вы можете рассказать, если хотите. Если этого нет, окей, я вам задам следующий вопрос. А хотите, можете задавать следующий вопрос? Я еще с вами повторяю, какая фигура Эйпа в моем сознании могу сказать? Да, да. Об этом. Значит, это человек был, который не любил путать общественность частными. Но во всем общественном, что из него исходило, была какая-то... Ну, я не знаю, что больше всего отличала его ирония или, наоборот, законченность и перфектность. Вот как-то сочетание этих двух вещей, это не такая частая вещь в современном мире. Все было доведено до предела обдуманности и снижено какой-нибудь протяжной репликой. Доведено потом, в конце выступления, до того момента, когда зал закопочен. И когда можно расстаться на какой-нибудь смешной ноте. Понимаете? Это высший класс, это очень трудно сделать. Вообще, когда выступление не заискивает перед публикой, не старается ей понравиться, не выступающий, не сам текст, написанный или созданный этим выступающим. И в то же самое время публика идет все равно. И все равно это интересно. Она хочет расшифровывать те смыслы, которые передаются. Без разжевывания. И об этом, я думаю, прекрасно догадывали все, кто ходил на те самые лекции, которые, если я правильно понимаю, сейчас вот мы, издательство «Слово», то есть выпустило в печать в России, а мы сейчас все вместе делаем дезинтацию, правильно, на книжке? Вот книжка «На плечах гигантов» как раз ровно про ваш вопрос. Я могу продолжать, или вы хотели что-то обшать? Да, пожалуйста, продолжайте. У меня еще есть вопрос, но я еще попозже думаю. Да, вот эта чудесная книжка. Я ее, правда, сейчас на мидии не видела, но я видела текст. Он чудесно переведен очень хорошо. Я поздравляю издательство с этой удачей. И, понимаете, человеку приглашают говорить на публике 15 раз подряд. Это 15 выступлений. Примерно в одном и том же контексте. Зал забит, в зале, ну не знаю, сколько вам сказать, думаю, что тысячи три людей. Это огромные залы. В одном из случаев это был двор Пастелло-Сурцеско. Тот самый, в котором потом мы сосказали все стояли, когда Милан прощался с Умберг Дойко. Ну, конечно, тогда уже, вот, когда он прощался, когда город прощался со своим самым любимым писателем, я думаю, что в публике было гораздо больше, чем две тысячи. А так обычно приходило около трех тысяч. Стояли очереди, многие не попадали. И Умберг Дойко выступал всякий год, потому что это ежегодное мероприятие было. С очень сложными, в общем-то, разговорами. И никогда их не расшелывал. И народ слушал. И народ был самый разный. От литературоведа до художца. Вот так. Поэтому, понимаете, о том, как у меня осталось воспоминание о том, какой-то высокий класс, какая-то дисциплина, сдержанность и умение дородить дешевое дорогое. А еще такой вопрос. Я только сейчас об этом подумал почему-то. У него так много текстов, но вел ли он дневник? Ну, опять же, понимаете, даже если бы он его вел, но вряд ли мы сейчас бы с вами его читаем. Понятно. Нет-нет-нет, просто интересно, как позиция. Я хочу вам сказать важное. Да, про дневник сейчас скажу. Вы на самом деле его читали. Если вы читали роман Эммерто Эко, то дневник Эммерто Эко вы читали, он вошел в состав текста замечательного романа автобиографического, который называется «Волшебное пламя царицы Луаны». То есть, извините, в конце концов, он называется «Таинственное пламя царицы Луаны». И туда же там юношеский дневник Эко в возрасте где-то там 14 лет примерно. Он потрясающе, очень интересный. Но он дико смешной, мальчишка, мальчишка. То, что он много писал во взрослом состоянии, опять же, понимаете, это не выносится на общее осмотрение, по крайней мере, сейчас. Он запретил 10 лет вообще его обсуждать на конгрессах. И я прекрасно понимаю, почему я это сделал. Он так часто участвовал в конференциях и конгрессах, где начинали копаться во всяких мелочах, причем несущественных достаточно много, несущественных, неумных, ненужных, потому что у любого человека есть какой-то отход производства. Это не надо рассматривать. Поэтому он запретил. И несмотря на то, что именно в эти дни в Виталии, в Камоле проходит фестиваль философии, и день, посвященный Бертуэку, я, надо сказать, очень удивилась. Мне показалось это странным, непостижимым, если он запретил, почему. Но они как-то на мои вопросы, вот эти товарищи мои, друзья и коллеги, они стали как-то догадываться и говорить, ну, мы просто о нем, ну, это так, ну, это между нами. Но я понимаю, что ЗУД огромное, желание рассказать очень большое, желание вот это все изучать. Мне кажется, это не так. Давайте подожду. Спасибо. А вот хочется еще чуть-чуть, да, может быть, кто-то хочет задать вопрос тоже, потому что у меня есть свои друзья. А, да, да, пожалуйста. У меня один вопрос. Когда вы будете в Москве? Да. Когда вы будете в Москве? Да. Да, вы будете в Москве. Не знаю. Но почему? Вы давно не были. Давно. Ну, я вот сейчас с вами разговариваю, очень приятно я вас слышу. Я сейчас... Конгресс переводчиков, мои коллеги там очень многие. Я не могла приехать, потому что у меня был юбилей, свой собственный 3 дня назад. И поэтому мне нужно было его отмечать, и я не приехала. Я вас поздравляю. Спасибо. Да, я тоже присоединяюсь, поздравляю, попустил, как я. А что тут такого, интересно. Просто я объясняю, почему не могла уехать. Тут очень много праздников, это было большое время. Да. Я надеюсь, вас увидят, и не так, а по-настоящему, когда вы приедете. Ну, спасибо. Я очень большиня обязательно это сделаю, но не из-за того, чтобы радоваться, что как-то я вот приехала. Не думаю, что кто-то будет счастлив. А просто хочется, хочется посмотреть. Хочется. Знаете, иногда такое двойное ощущение, иногда кажется, что очень напряженное ощущение у меня от того, что я читаю сейчас. Тем более, стоит приехать и посмотреть. Да, я не знаю. Спасибо большое, друзья. Если у нас нет больше вопросов, потому что... А, еще, ну, конечно. Ну, позвольте, я не отказываюсь обсуждать с вами вопросы творчества, он для этого. Нет, вот по поводу... Я только вам не хочу рассказывать, что было у него на столе. Хорошо, да. Вот мне хочется понять, он в конце уже своей жизни, он как-то оценивал свое творчество по поводу того, что для него самого максимально удалось? Вот у него была какая-то иерархия своя? Безусловно, он же был умный человек и понимал, что в конце, после 80 лет, силы его ослабели, что он не в состоянии закончить последний роман, который был опубликован в очень плохом виде. Он был собран из пушков, фактически уже при безбольном, при таком согласии автора, почти не согласен. Я говорю о романе «Долевой номер». Этот роман «Долевой номер» — это вообще очень интересная штука. Она была создана как первая заготовка, первого романа, вот самый роман, фильм с романом, вещь, которая дает человеку право сказать «Я писатель романа». Это был как раз «Долевой номер». И это было в 1976 году, 1900. Потом он куда-то был отложен, по всей видимости, не очень-то он нравился автору, что-то он хотел другое сделать. Потом вдруг выскочил откуда-то самостоятельно, романы «Мирозы» и сам написался. И пошло. Вообще-то все романы «Долевой номер» — это один и тот же роман. В отличие от того, что принято думать, что один из Средневековья, а другой из Барокко, а третий из современной жизни. Но там есть схемы, композиционные схемы. Возьмем отношения между персонажами, отношения автора к жизни. Конец. Все одинаково обычно у него в романах. И «Ноль» также замышлялся. А тут возьми и пиши другие романы, потому что они более гладкие, они оформленные, уже понятно, что с ними делать. Вот он и писал. А под конец жизни он как бы опять захотел вернуть тот драйв, который у него был в 1976 году. Но в 1976 году ему было 44 года. А когда писался роман, ему было 80 с чем-то, и он никак не получался. Ну вот это ответ на ваш вопрос. Мне очень трудно было переводить, мне не хотелось переводить эту книжку. И он говорит, что я бы не хотел ее публиковать. Вообще, в процессе, когда он писал свои книжки, мы разговаривали часто с ним. О материалах, которые он использовал. Всякий раз мы требовали, что не будучи. Ну вот, и это было, конечно, интересно. Потому что потом он его так переиначивал, что в результате оказывалось, как будто я предложила, принесла материалы, которые на самом деле я никогда не приносила. И они, ну, изменены. Так что я думаю, что вот у меня этот опыт. Другие коллеги, которые говорили с ним о другом, тоже что-то такое помнят. И поэтому его замыслы были нам, в общем, видны еще в процессе. Номер ноль – это несчастье. И я думаю, что он это понимал. Вообще, он много очень понимал. Он понимал, что нашествие интернета ставит перед человеком, который всю жизнь посвятил коммуникации, огромную новую задачу. И эта задача была ему не в курсе. Потому что массовость, способность как бы интернета влезть в печенки, вырастить миллион разных ненужных никому, в общем-то, смыслов. Создать огромный шар смыслов, в котором непонятно где на самом деле вот зерно. Это его раздражало. И тогда вот он высказался один раз в каком-то интервью. Опять же, понимаете, это тоже был этот конец жизни, что интернет дает голос множеству миллионов кретинок. Это чисто правда. Но почему-то все на него напали. И на его собственной родине, где там его любили. Почему-то проходила вдруг волна каких-то политических заметок, блогов, высказываний и прочих. Это тоже его очень огорчило. Ну, не более чем. Не то, чтобы он так сильно придавал ему значение. Но все-таки чувство осталось. Понимаете? Поэтому это началось взаимонепонимание между ним и публикой. Это не чувствовалось на миланезианах ни на одной. Это не чувствовалось на его публичных лекциях, на его выступлениях. Потом было одно выступление совершенно феноменальное. В 2011 году в Милане прошли выборы мэра. Как раз у вас актуальный момент тоже сейчас. И эти выборы мэра были великолепны. Потому что свалили старого мэра представителя в Биргустонии. Такого направления, что ли, способа мышления. И выбрали профессора левого интеллигента. Каким является этот тоже. И мы все получались на главную центральную площадь города Милана. И там собралась огромная толпа лекущих людей. Ну просто огромная. И ведущий, вот такой, как будто с микрофоном стоявший, который многих вызывал говорить. Вдруг сказал, а сейчас выйдет человек, которому Милан Бюк больше всего сказал. Он который нас прославил. Сделал нам репутацию во всем мире не меньше, чем Нина там, я не знаю, или Панеттоне. И вообще не дожидаясь за Ролунбеттумбетту. И вот он вышел. Ну и речь его длилась 3 минуты. Более того, она повторяла речь одного из двух персонажей в романе. Как Яков Переводчик моментально увидела. Он сказал, ну вот мы наконец-то трудожили. Последний раз я помню Милан в таком виде. В конце апреля 45-го года. Спасибо всем. Повернулся, уже была палка. Уже ходил в него, нога болела. И с этой палкой удалился за улицы. То есть речь его длилась 3 минуты. Народ бесновался просто. Понимаете, то есть было чувство, что он выражает. Причем быстро, кратко и по делу. Все то, что мы хотим сказать. Какая же причастность. Так и был. Да. Кто-то из вас помнит в зале, правда? Ну, может быть. 45-й год, ему было 13 лет. То есть он вспомнил то время. В 45-м я не знаю. Никто из нас там не был. Но вот в 2011-м могу сказать. Да. И я ликовала внутренне, что я этого человека очень хорошо знаю. Что я угадываю как-то почти заранее, что он сейчас скажет. Потому что это сцена из Романа Майкетико. Там был партизанский, командир партизанской бригады. Который, когда наконец произошла Либрационная, когда все было закончено и похоронили убитых. Вот вышел этот, причем с папкой. И сказал ровно эти слова. Это было классно. Понимаете? Очень кратко. Он никогда не был. Я сейчас вам его рассказываю каким-то, ну, буквально памятник из него соорудила своими словами. На самом деле он был довольно едкий, делитый, юмор не щадящий собеседников. За исключением одной ситуации, когда ты с ним работал вместе. Вот у нас были выступления на сцене. Я там была, конечно, в роли там очень незначительной, какой-то мелкой, на подхвате. Но он меня вытаскивал. Вот сюда Ирина тоже скажет. И если я запутывалась хоть в чем-то и не могла подобрать что-то, слово-деталь, то в ту же секунду я слышала шепот. Что мне говорили, ну, про голубку. Ты же помнишь ты? Да, да, говорила я. Вот и все. И все. И шло про голубку. Но это была фантастика, потому что в нормальной жизни он бы так не поступил. Но вот когда работаешь, в работе, плечо, помощь, подставить, там, руки, поймать падающего, это за мной. Они всегда падают. Просто хочу сказать, что он не включил это. Очень интересно, потому что, конечно, спасибо большое. Мне кажется, что, конечно говоря, закончились вопросы, лично. Потому что мне нужно тоже какое-то время, чтобы подумать. Но у меня, на самом деле, тоже самое пожелание, что и у Нины. Да, я хочу, чтобы вы приехали в Москву, посмотрели на русский мир. Это же Нина. Я не сразу сам. Нина, дорогая. Это же я. Это же вы. Да, плохо видно? Ну, так есть. А я вас вижу. Вы прекрасно выглядите лучше. Нет, мы Василием прекрасно. Нина, вы молодец. У вас перевод замечательный. Я это и говорила в издательстве. Я вас очень поздравляю, что пошло вот это. Нам нужны лекции. Если ты приблизилась к тому, что должно быть, то и хорошо. Да, нам надо. Уверяю вас. Очень приблизилась. И, конечно, на самом деле, я хочу пригласить всех присутствующих почитать эти лекции и понять, что от них действительно как раз внутренне растешь и многое узнаешь. Новое. Как мы переводчики, вот Нина знает, что когда переводишь, очень умненешь. Ну, есть ровная речь. Очень многое узнаешь. Да, узнаешь. Очень многое. Ну, и читателям это тоже самое приготовили. Мы уже с вами как переводчик. Уступили. Они получают это самое удовольствие и качественности, что будет произойти. Спасибо вам. До встречи. До свидания. Спасибо. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего хорошего. Пробуем. Друзья, спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня. Книги, вот эту книгу Мбертека и другие, можно купить в нашем магазине. Вот. Если у вас есть вопросы к нашим спикерам, вы уже в куларах сможете что-то спросить. Вот. А так, большое спасибо. Приходите на следующее мероприятие. Веда с Нильдедом. Мы здесь всегда собираемся и на балконе. Спасибо огромное. Всем всем приятно.